Кабан против тигра. Кто победит в этой битве? В дикой природе вопрос выживания стоит довольно-таки остро. Зачастую бывает так, что сильное и мощное животное, у которого и врагов-то почти нет, погибает от зубов другого хищника, который по сути не должен был победить. Но на то и естественный отбор, чтобы независимо от вида животного оставлять в живых того, кто именно в данную минуту окажется ловчее и сильнее. Казалось бы, кабан опасный зверь, с чьей грозной мощью никто не рискует связываться. Это животное достаточно агрессивно и в случае его атаки не поздоровится никому. Кабан животное почти неуязвимое. Его толстая кожа защищает его от укусов хищников и даже от яда присмыкающихся. Огромные острые клыки в состоянии вспороть живот любому. Несмотря на слабое зрение, кабан обладает чувствительным слухом и ярким обонянием. Поэтому он неплохо улавливает присутствие врага. Агрессивность и бесстрашие этого животного дают ему возможность в любой схватке идти до конца и биться насмерть. Но справится ли кабан с таким хищником, как тигр? Тигр это абсолютно самодостаточное животное, которое не нуждается ни в чьей поддержке. Быстрый и ловкий зверь обладает большой выносливостью и силой. В совокупности с наличием острейших зубов и когтей, эти качества дают тигру преимущество в бою со многими хищниками. Надо учесть и тот факт, что в рацион питания тигров входит мясо кабанов. Разумеется, дикие кошки предпочитают охотиться на поросят или слабых кабанов, которые не могут дать отпор. Но справиться с мощным кабаном, который по весу и размеру, будет равноценным противником тигра, дикому коту вряд ли по силам. Тигр на такую охоту, скорее всего, и не пойдет. Но в случае чрезвычайного голода, он вполне может одолеть достаточно крупного кабанчика, но который не настолько матерый, чтобы оказать должное сопротивление. Тигр нападет из засады в резком прыжке, в тот момент, когда кабан меньше всего этого ожидает и вцепится зубами в шею своей жертвы. Если первый же бросок тигра окажется удачным, то хватку он уже не ослабит, до тех пор, пока не умертвит кабана. И как бы дикая свинья не сопротивлялась и не пыталась пустить в ход клыки и копыта, все же в таком положении эта функция ему будет недоступна. Кабан будет пытаться развернуться мордой к противнику, чтобы использовать в качестве защиты свое оружие. Но тигр слишком голоден, чтобы разжать челюсть и упустить эту добычу. Помимо этого, он будет вцепляться когтями всех своих лап тела кабана, прочно занимая нужную ему позицию. Если тигр с первой попытки сделает все правильно, то в схватке с кабаном он одержит безоговорочную победу.